А вот Аня Бусил все покупала Подтягиваются диванные эксперты Куда ты лезешь, да это же опасно И ты не сможешь заработать Это стопорит увеличение дохода Всем привет, меня зовут Анна Бусил Рада приветствовать вас на своем канале Продолжаю свою рубрику про деньги И некоторым из нас, я думаю, что большинству на самом деле Не раз говорили фразу Ты не сможешь заработать То есть это, знаете, такая очень расхожая идея Особенно тогда, когда ты начинаешь пробовать что-то новое Подтягиваются диванные эксперты Которые когда-то были с вами связаны Может быть вы учились вместе в университете Или вы ходили в один класс А знаете, бывает такое, что когда у тебя получается Или такие задатки вот-вот может получиться То подтягиваются люди, которые всеми способами пытаются сбить тебя с правильного пути Почему это происходит, хочу с вами об этом поговорить Абсолютно каждому из нас родители хотя бы один раз в жизни рассказывали о том Что для того, чтобы хорошо зарабатывать, надо в обязательном порядке получить высшее образование И вот вроде бы мы уже получили его И в тот момент, когда подходит к окончанию патокурс Приходит время, значит, сам определиться Или выбрать путь, который ты будешь продолжать И, в общем-то, выбрать то дело, на котором ты будешь зарабатывать деньги В большинстве своем люди идут, пробуют работать по специальности А потом так получается, что к 20-30 годам Они начинают вот этот самый поиск своего дела, своей ниши Но об этом мы еще поговорим В общем, я столкнулась с тем, что люди приходят ко мне на консультации Неважно, на каком этапе они находятся в развитии своего проекта У них в голове вот это вот сидит, что, возможно, какие-то деньги, да Какие-то сотни тысяч, они не про меня То есть это может быть про кого угодно Это может быть про Свету, Васю, Петю Но только это не относится ко мне И в большинстве своем именно это стопорит увеличение дохода И, представляете, вот вы находитесь в таких сомнениях А вам еще с разных сторон приговаривают о том Что куда ты лезешь, да это же опасно, это риски Может быть лучше что-то выбрать стабильное и так дальше То есть это однозначно тоже вам один раз в жизни хотя бы проговаривали Ну, во-первых, вы не можете людям запретить говорить вот эти вот вещи, да Они их где-то либо услышали Или этими словами, внимание, люди подписывают свою собственную, как бы, я не знаю, декларацию о том Что они ничего не хотят делать То есть они сами не хотят ничего делать и транслируют это в массы Потому что ведь когда ты ничего не делаешь, ничего в жизни не меняется От этого становится больно и плохо Так вот, чтобы одному больно и плохо не было Есть такая, знаете, русская традиция Подтянуть в свое несчастье абсолютно всех окружающих То есть первая причина, почему люди нам-то говорят Это потому что они сами не готовы ничего делать, да И второе, это желание не допустить, чтобы у кого-то из окружения получилось И когда ты это понимаешь, то есть когда ты понимаешь причину вот этих вот фраз То ты, в принципе, расслабляешься и пусть эти люди говорят сколько угодно Поймите, когда люди что-то пробуют, они вам в жизни не скажут о том, что ты не сможешь заработать каких-то денег, да Или у тебя не получится Потому что такие люди, которые сами деятельны, они понимают, что только в процессе проб и ошибок Можно увеличивать доход, можно перебирать ниши и так далее Итак, еще раз ключевая мысль, почему люди говорят эту фразу, да Потому что они оправдывают собственное бездействие Им невыносимо, когда у кого-то рядом получается И опять же, возвращаясь к теме высшего образования И ведь люди, которые произносят эти фразы зачастую с высшим образованием И им невыносимо, опять же, больно понимать, что вот вроде бы ты плохо учился Ну, например, я Я в университете училась очень плохо Я просто жила от сессии до сессии, покупала курсовые, дипломные на последних курсах Потому что меня поглотило на тот момент мое дело по фотосъемке И, честно говоря, университетские задания не вызывали у меня никакого интереса Я увидела даже на себе, что когда мне стало получаться Когда я стала зарабатывать Когда у меня произошел некоторый результат Именно доноситься стали голоса тех людей, которые прекрасно учились в университете Повторюсь, потому что им невыносимо больно осознавать то, что Ведь они столько потратили на это ресурсов Ведь они столько времени учили, писали сами, сами А вот Аня Бусил все покупала И, конечно, людям очень сложно взять и в один момент обнулить то время Которое они потратили на получение того же самого образования Ну и поэтому, в общем, мы слышим такие фразы И в завершении этого небольшого видео я хочу вам сказать о том Что у нас у всех есть ровно денег столько, сколько нам нужно Над этой фразой стоит подумать И если какой-то суммы денег нет, то, возможно, не так-то она вам и нужна Если вообще вам такая тематика интересна, хочу почаще снимать ролики на эту тему И напишите обязательно в комментариях, что думаете Ну а мы увидимся с вами очень скоро Пока!